Всем доброго дня! В сегодняшнем видео я хочу кратко показывать некоторые моменты на автомобиле Honda ENS1. Но сперва хочу показывать, как нужно открыть переднюю крышку, чтобы зарядить автомобиль. Здесь два способа. Я показываю первый. Внутри салона есть кнопка. Нажимаю на эту кнопку, крышка открывается. И здесь два разъема для быстрой и медленной зарядки. Вот с левой стороны это быстрая зарядка, а с правой стороны это медленная, стандартный 220 В. Крышка закрывается простым движением руки. Еще второй способ. Вот здесь есть кнопка с левой стороны. Нажимая на эту кнопку, тоже крышка открывается. Но, конечно, водитель должен находиться рядом. Теперь я хочу показывать ходовую часть этой машины. В принципе, я специализируюсь на ремонте ходовой части. Так что, скорее всего, мне интересна вот эта часть машины. Вот я показываю электромотор. В принципе, ходовая часть стандартная. Здесь есть один нюанс. Вот я показываю пробку слива масла на редукторе. Сверху есть еще пробка, где можно, значит, через эту пробку залить масло. Вопрос в том, что при заводском исполнении заливается всего 300 мл масла. А нужно залить 1,5 литра. Ну, по опыту скажу, что несколько машин мы слили масло всего 300 мл и добавили. То есть не добавили, а заменили на новое масло. Ушло где-то 1,5 литра. Наверное, это пробегочное масло. Вот 300 мл завод заливает. Так что, я советую всем менять это масло и добавить с пометки 1,5 литра. Ну, вот, показываю заднюю часть. Здесь тоже стандартный такой набор. Амортизаторы, пружина, ручник на электрических моторчиках, торсионного вида, ходовая часть. Ничего особенного. Вот, сзади, так, видите, плоскость такой. Это аккумуляторная батарея здесь сидит. Теперь, вот, передняя часть снизу. Ну, здесь много агрегатов, моторчиков, помпы, шлангов, разъемов, штекеров и так далее. И, вообще-то, некоторые люди думают, что электрическая, то есть машина с электрическим приводом, это довольно-таки простой вариант. Однако, вот, как вы видите, здесь довольно-таки много таких деталей, агрегатов. Не такая уже простая комплектация на электрических автомобилях. Это электродвигатель. Кстати, здесь передний привод. Ничем ходовая часть, как я уже сказал, не отличается. Вот, амортизаторная стойка. Тоже его нужно заменить так же, как и на бензиновых двигателях. Кузов один и тот же, скажем, как на CR-V и других моделях Honda. Скажу, что базовым комплектациям эта модель имеет, значит, емкость батареи 53-4 кВт в час. Максимальный запас хода 420 км. Ну, это в идеальных условиях. И мощность двигателя 179 лошадей. Крутящий момент у всех, значит, моделей 310 ньютон-метров. Теперь посмотрим, что под капотом. Вот открыли здесь тормозной бачок. Несколько расширительных бачков. Конкретно я нашел три. Вот это первый, значит, бачок. Ну, если считать еще и бачок омывайки, получится четыре. Трубки кондиционера. Теперь вот открываем середнюю вот такую крышечку. Здесь еще два бачка. В общем, здесь два контура отдельных для терморегуляции электрического двигателя и аккумуляторной батареи. Думаю, третий бачок этот идет на отопитель печки. Обратите также внимание, что на крышках разные значения от 0,5 до 1. Так что не нужно их путать. Будет, так сказать, неправильно работать. Вот вся эта система охлаждения. Что еще можно сказать? Вот с левой стороны вы видите тормозной главный цилиндр. С правой стороны находится блок АБСа. Еще хочу добавить с левой стороны. Вот открываем. Показывается аккумулятор стандартный бортовой на 12 Вольт. Ну, в принципе, на сегодня все. Дальше будут другие видео по этой теме. Всем желаю удачи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok